Дневник садовода-огородника В ближайшее время Пора готовить картофель к посадке Семенной материал нужно опрыскать ярко-розовым раствором марганцовки и разложить на свету Также продолжается уход за рассадой Сходу поливайте раз в неделю теплой отстойной водой, а после полива проветривайте растения Вокруг деревьев, косточковых пород, вишни и сливы обрушьте подтаявший снег Это предотвратит их выпривание Если вы ранее посеяли на рассаду гвоздику шабо, то при появлении двух семидольных листьев нужно провести пикировку растений Еще больше полезной информации о дачных работах в это время вы найдете в четвертом номере журнала Дневник садовода-огородника Спрашивайте его в киосках по продаже прессы и в магазинах для садоводов Либо оформите подписку на издание Мастер-класс по прививкам растений нам расскажет Максим Анатольевич Кушнарев Старший научный сотрудник исследовательского института имени Лисовенко Для прививки обычно используют ряд садовых инструментов Это прививочный нож Он используется для прививки Это окулировочный нож Он используется для окулировки Секатор необходим Садовый вар Который является венцом Для замазывания непосредственно И пленка Полихлор виниловая С помощью которой стягивают место прививки Приступим непосредственно к прививке Разделяю два способа прививки Это весенняя прививка Она называется обычная прививка Это прививка черенком И осенняя прививка Она же называется окулировка Это называется прививка глазком Прививку обычно используют на плодовых культурах И декоративных Рассмотрим в частности плодовую культуру Яблоню Весенняя прививка До начала распускания почек То есть происходит набухание почек Появляются первые листочки Необходимо делать весеннюю прививку Сроки Где-то середина апреля Начало мая То есть зависит от года Для того чтобы делать весеннюю прививку Необходимо заранее заготовить черенки Черенки это вегетативная часть растений Которая заготавливается с осени То есть вот такого плана Используется для прививки Черенок размером около десяти сантиметров Необходимо чтобы на этом черенке было От трех до четырех почек Считаем вот раз, два, три, четыре Но эта почка у нас пойдет под прививку Делаем косой надрез Данный образец у нас пойдет для прививки Берем прививочный нож и делаем косой срез Длина косого среза должна составлять от трех до пяти сантиметров Это обычный способ так называемый в приклад То есть на месте прививки делаем такой же зарез Зарез должен быть ровный, нож должен быть острый, абсолютно острый И делаем так называемую прививку в приклад Смотрим, чтобы прививка равнялась по одной стороне То есть вот делаем прививку, делаем обрез И в дальнейшем заматываем пленкой Просто делаем в приклад Равняем по одной из стороне Для того, чтобы камбис расстался лучше То есть ровно делаем и заматываем Заматываем снизу вверх, то есть плотно Чем плотнее вы замотаете, тем лучше она приживется По мере того, как вы заматываете, можно черенок поправлять Срез желательно не трогать Заматываем от начала до конца среза И потом фиксируем Фиксируем ближе к середине среза Это обычный способ, так называемый в приклад Те люди, которые уже давно занимаются прививкой Они используют обычный весенний способ, который называется Улучшенная копулировка То есть так называемая с язычком То есть делаем тоже, например, здесь срез Косой Берем с черенка опять Рассчитываем 3-4 почки Вот 4 почки Одна, две, три, четыре Обрезаем Делаем зарез на подвое Делаем язычок, так называемый зарез И делаем зарез на привое Плотно соединили Лишние элементы обрезаем Дизайн Также заматывается до конца среза И на середине фиксируется Чем отличается улучшенная копулировка? Улучшенная копулировка, то есть когда мы язычки вставляем Так называемые пазы Она лучше соединяется и плотнее прижимается Не образуется так называемый воздушный карман И кора и древесина лучше срастаются Образуется меньше наплывов и растение себя чувствует лучше После того, как мы сделали два этих способа прививки Необходимо замазать садовым варом концы среза Все, на этом способе как бы мы закончили С вами была Наталья Плужникова Главный редактор журнала Дневник садовода Огородника Если у вас есть вопросы, связанные с выращиванием растений Обращайтесь к нам в редакцию по телефону 506-238 До свидания Субтитры подогнал «Симон»